Привет! Это Таня Матания. Вот я обещала вторую часть сделать и, пожалуйста, вам на обзорчик. Ох-ох-ох! Вот так вот сделали. Бе-бе-бе-бе-бе-бе. Подразнюсь, потому что я её не покажу. Я уже придумала, как на Костином канале мы её обыграем. Поверьте мне, книга великолепная. Ну, в лабиринте вы можете, конечно, увидеть картинки. Но мы, в общем, придумали. Я надеюсь, у нас получится показать эту книгу интересную. Потому что она сама вызывает интерес. Сказочку я купила Ивану Царевичу «Серый волк» с очень хорошими иллюстрациями. Ну, скажите, великолепные. Потому что, ой, прелесть. То есть у нас идёт переучтение, что известные сказки, ну, очень мне нравятся иллюстрации. Я довольна. Ну, посмотрим. Потому что бывает несколько версий вот этой сказки. Я ещё не читала. Но я надеюсь, хорошо. Ну, это нам подарили, кстати, в подарок. Ну, там при определённой сумме подарочек можно выбрать. Но детских, кстати, очень мало подарков. Ну, вот я вот это выбрала. Так. Про вот эту книгу особо нужно рассказать. Я ищу ТРИЗовские книги. ТРИЗ – это методика детская. Вот никак не могу найти, там есть Денискины сказки. Ну, как бы есть такие вот для детского возраста этой методики. Значит, я уже её полистала. Что я могу про неё сказать? Вот при всей своей великолепности этой методики я как-нибудь про неё расскажу. Настолько сухие книги. Вот, знаете, это сейчас вот я даже прям. Работа по созданию рифмовок строится в определённой последовательности. Ребята, вот что за язык? Вот для кого? Это не родителям невозможно читать. Это вот читать педагогам. И вот наши педагоги после такого языка с детьми так и общаются. Встаньте, дети, строим, мы вас построим, и мы вас разовьём, как можем. Вот, а почему? Потому что вот такие вот, они учатся по таким книгам, понимаете? Сердарчук-лилю. То есть сама методика, она хорошая. И, в принципе, если вот эту игру, вот эту сложность языка отбросить, и начинать как бы вот заниматься по принципам, по вот ТРИЗа, потому что есть ТРИЗ в детском саду, книгу, которую я ищу, если кто-то где-то знает, где её купить, пишите мне, я прям куплю. Но я не могу найти её, ТРИЗ в детском саду. К сожалению, это отличнейшая методика, теория, как она, развитие изобретательских способностей, как так она, не помню сейчас она как переводится, но она действительно очень интересная методика. И она применяется и у детей, и у взрослых. То есть и у взрослых очень даже хорошо. То есть, как бы, если вы инженер, то вы обязательно знаете ТРИЗ, и вообще теорию изобретения, она всегда входит. Психология, вот психология, сопровождение в доу. Это вообще ужас, какое-то название. Классификационных навыков. Ну, ребята, играют дети, они квалификационные навыки приобретают. Ну, вот, тем не менее, ищу книги, хоть что-то из них можно выведать. Вот эти вот. В прошлый раз под одним из видео мне оставили комментарий на вот эту книгу. «Почему самолет летает?» Мне сказали, говорят, а вот посмотрите, раз вам нравится техника, то вам очень даже подойдет. Я посмотрела, мне понравилось действительно. И я купила, они очень дешевые. Вот три книги, то есть тоже по принципу, то есть, ну, и на старше, и на младше. Сколько глаз у стрекозы. То есть, у нас есть энциклопедия, но вот в таком формате у нас нет. «Кто видит только вблизи?» Ну, очень познавательно и старшему, и младшему. Видите, кто видит вокруг себя, вот про сову. То есть, у всех действительно разное зрение. И здесь очень хорошо. Мы еще ходили на выставку, когда «Алиса в стране чудес», там были специально приборы. Кто как видит, очень интересно было посмотреть в эти приборы. Почему деревья качаются? Ну, это, значит, про погоду. Почему деревья качаются опять? Отчего ветер дует? Кстати, это то, что уже скоро почему у меня будет у Димы, у моего младшего, бриз, что такое, да? То есть, вот откуда берутся облака? Вот откуда вы сможете ребенку быстро объяснить, откуда берутся облака? Уже нужно готовиться. Вот я буду готовить. Почему роса на траве, в ясной погоде? Что страшнее гром или молния? Есть энциклопедии, которые подобные, но я решила, что они такие тоненькие, легкие, но качество хорошее. Так, еще книжечка. Рисуем ладошками. То есть, ну, что-то мы как-то перестали пальчиковые краски покупать уже такими, но я решила, что я не буду фантазировать и хочу порисовать ладошками, но чтобы у меня был трафарет. Вот, то есть, ну, да, в интернете очень много идей, но я хочу вот трафарет, чтобы у нас, вот, видите, вот, там дерево нарисовать, вот мы его нарисуем, да, вот, медузу. Ну, в общем, такая она простенькая, вот, слоника, потому что вот иногда хочется и по трафарету, потому что, да, у меня много идей, ну, вот, кактус можно нарисовать. Ну, такие книги тоже очень интересны. Ну, умные книжки серии. В очередной раз меня порадовало. Ну, эта книга, кстати, у меня в прошлой закупке, она у меня осталась от нее, ее не было в наличии, поэтому она у меня появилась только сейчас, целыми днями. Старые друзья. Лунин. Отдыхает Лена так, под кровать летит башмак, в кухне сваленные игрушки, в ванне плавают подушки. То есть, эта книга и гляделка, видите, тут сколько всяких рассматривать рисунков, и очень-очень веселые стишочки, забавные, которые я обожаю. Вот, обожаю, обожаю. Ну, все, не буду ее показывать еще. Вот она такая вот вся интересная. Поэтому смотрите, покупайте красивые, интересные книжки, которые прям хочется в руках подержать. Так, это тоже старшему, ну, это достаточно известная книга, Астрид Лингрен. Вот. Я все хочу старшему ее прочитать, у меня нету этой истории, и очень-очень хочу. Само издание сейчас покажу. День ребенка. Это такой вот городочек, да, вот видите. Иллюстрации хорошие, шрифт отличнейший, достаточно крупный для самостоятельного чтения. Ну, вот. Я думаю, вдвоем они будут у меня читать. Тоже братик тут, видите. Ой. В общем, про детей. Это все про детей. Про детский вот этот вот школьный возраст. Ну, вот. Вот я вот даже читать не знаю, что это такое. Вообще вода выливается, когда из сапог. Вот. То, что любят дети. Лошади, козлятки. Ой. Я бы хотела такое детство, чтобы покормить козленочка. Да, вот. В деревне детям лучше. Поэтому летом все в деревню. Мы поедем. Вот. Вот такие вот приключения. Ну, в общем, да. То есть, издание очень хорошее. И поэтому я его и выбрала. Потому что детям все-таки есть прекраснейшие произведения. На такую книгу приятно держать в руках. Ну, и последнее. Последнее. Это тоже не было в прошлый раз в наличии. Все словарные слова. Как-нибудь я напишу, расскажу все наши муки. Потому что мы никак не можем их осилить. Словарные слова – это уже очередное пособие, которое я пробую. Но руки не складываю. Будем учить. Все равно упорно хочу победить эти словарные слова. Потому что у меня ребенок, ну, никак. Потому что у нас фонография, дисграфия, когда вот все вместе. И нам очень сложно они даются. Ну, будем заниматься. Будем вставлять буковки. И как-то побеждать. Так что вот такая вот у меня закупочка. Очень я довольна. Обожаю книжечки. Ну, не знаю. Мне кажется, в этом году это... Ой, не буду зарекаться. Последний раз, не последний. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал. Вот, ну, раз в месяц я все-таки не выдерживаю. И сейчас, наверное, буду покупать... Я подожду скидки, чтобы купить весь английский. Ну, и там уже, конечно, будет опять закупка. Так что всем пока. Таня Матани. Оставайтесь со мной. И читайте хорошие книги. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok